Приветствую! И мы с вами начинаем новый модуль, в котором у нас речь пойдет об отношениях, или другими словами, связях между нашими моделями. Это значит, что в этом модуле мы будем создавать с вами несколько моделей. До этого у нас была всего лишь одна модель – фильм, в котором у нас хранилась вся наша информация. Но в реальных проектах у вас будет гораздо больше моделей, и вам нужно будет научиться создавать эти модели. То есть понимать, какая информация должна быть вынесена в отдельную модель, и также научиться связывать между собой эти модели. И так раз этими проблемами мы с вами будем заниматься в этом модуле. И по ходу его прохождения мы с вами ответим на следующие главные вопросы. Мы должны узнать, что такое отношения или связь. Мы также должны узнать с вами, какие типы или виды отношений бывают. И мы должны научиться создавать эти отношения в Django. И давайте начнем с того, что узнаем, почему одна модель плохо, и, соответственно, когда нам нужно создавать следующую модель, и что в нее выносить. Давайте вернемся к патчарму, именно к нашему классу Movie. Смотрите, на данный момент времени мы не сохраняем очень важную информацию о режиссере фильма. А создатель фильма, я думаю, это очень полезная информация. Поэтому давайте добавим новое поле, назовем его «Директор». И что бы мы хотели хранить о директоре? Ну, допустим, как его зовут. Поэтому нам подойдет Charfield. Я думаю, нам хватит 100 символов под хранение имени и фамилии режиссера. И так как у нас записи с вами сейчас существуют, давайте проставим им дефолтные значения. И скажем, что все фильмы у нас по умолчанию снял Квентин Тарантино. Ну, почему бы и нет. И так как мы создали с вами новое поле в табличке, или в нашей модели, то мы должны создать миграцию. Значит, для этого прописываем ManagePy MakeMigration. Миграция создалась, ее номер 8, и применяем ее. Значит, пишем ManagePy Migrate. И давайте заодно это поле посмотрим в нашей админке. Для этого я его копирую, открываю AdminPy, и вместо, допустим, валюты буду его выводить. И так же сделаю его редактированным. Отлично, обновляем нашу админку. И вот видим, директор у нас появился. Везде проставлен Квентин Тарантино. Давайте для разнообразия добавим других режиссеров в какие-нибудь рандомные строчки. И так, чтобы они повторялись. Вот у нас Вуди Аллен. Давайте где-нибудь я еще добавлю Гая Ричи. Отлично, сохранили. Ну вот, у нас есть разные режиссеры. Но представьте, что мы теперь хотим еще сохранить и почту режиссера. И так как у нас с вами пока что есть только одна табличка, то это выглядело бы вот таким вот образом. Мы с вами создаем еще одно поле. Давайте я его продублирую. Будет директор email. Будет тип этого поля специальный email field. Длину мы уберем. Пусть будет какой угодно. А дефолтные значения? Ну давайте что-нибудь смешное напишем. sugar daddy собака.gmail.com Отлично. Опять же мы должны сделать миграцию и ее применить. И это поле давайте тоже отображать в админке. Вот вместо бюджета я сюда его проставлю. Обновляем страничку. И вот видимо эта почта создалась. Но представьте, вдруг нам понадобился еще и телефон директора. Что мы делаем? Создаем еще одно поле. У нас табличка разрастается. Там сохраняется телефон. И при таком хранении, когда мы все складываем в одну табличку, у нас возникает несколько проблем. Во-первых, если вы хотите изменить что-нибудь о Quentin Tarantino, то вам придется пробежаться по всем записи вашей таблички. Потому что это у нас представляет собой текст. И мы должны вот по такому совпадению имени искать в наших строках все, что касается Quentin Tarantino. И вот, например, мы его меняем на Джейса Кэмерона. Мы должны здесь заменить, здесь, здесь. А вот в последней строчке вдруг мы забыли. И вот эта строчка в результате у нас не изменилась. Соответственно, это осложняет поиск и изменение данных. Это раз. Следующая проблема — это избыточность. Она возникает, потому что мы сейчас данные храним в виде строки. И вот для Джеймса Кэмерона мы должны везде сохранять именно такую строку. И не дай боже, мы где-то ошибемся одним символом. Тогда это будет уже совершенно другой режиссер. Потому что строки не будут совпадать. Решить эту проблему помогло бы нам создание объекта отдельного, в котором будет храниться имя режиссера. И, соответственно, у объекта будет ссылка. И мы на эту ссылку могли бы с вами ссылаться. И вот еще одна проблема. Это то, что для нашей таблицы фильмов сейчас есть данные, которые, по сути, для этой сущности значения не имеют. То есть, что я хочу сказать. Для фильма важно название, важен рейтинг, режиссер тоже важен, но не важна информация о том, какая почта у режиссера. Конкретно почта режиссера важна для самого режиссера, но не для фильма. И вот эта проблема нам явно говорит о том, что нам проще создать с вами отдельную сущность, то есть отдельную таблицу, где мы будем хранить с вами режиссеров и всю информацию о режиссерах. И затем сделать связь нашей таблицы фильмов с таблицей режиссеров. И вот этот процесс выявления необходимости создания новой сущности, то есть отдельной таблицы, где у нас будет храниться информация касательно только режиссеров, вот этот процесс называется нормализацией. Нормализация баз данных это отдельная фундаментальная тема, она больше относится к теме баз данных, поэтому я оставлю ссылку под видео, и более подробно с этой темой ознакомьтесь самостоятельно. Если вкратце, идея заключается в том, что нам нужно выявлять отдельные сущности. И вот в нашем случае директор, это будет отдельная табличка. И давайте ее с вами создадим. Для этого мы идем в модел с py, мы можем скопировать с вами вот эти строчки. И в самом верху создать новый класс. Он у нас так и будет называться директор, то есть режиссер. Мы также наследуемся от models.model. Вставляем сюда наши вот эти поля. Значения по умолчанию нам не понадобятся, потому что у нас база данных пустая. Мы сразу ее будем заполнять нужными нам значениями. Единственное, только вот это поле мы можем назвать именем, или давайте даже first name, и давайте last name, фамилию. Режиссера будем хранить отдельно. Ну вот, давайте не забудем из adminpy удалить вот эти поля. Давайте я просто откачу. У нас там выводилась валюта и бюджет. И вот только после этого давайте сделаем миграции. Отлично, смотрите, у нас удаляются колонки из movie. И добавляется новая модель директор. Все это, конечно же, вы можете посмотреть в миграциях. Вот конкретно в нашей десятой. Применяем миграцию. И все, наша табличка создалась. Мы можем ее также добавить в adminpy. Значит, здесь мы в импортах импортируем директор. И давайте здесь чуть ниже. Мы через admin.site.register Отображаем нашу модель директора в админке. Обновляем страничку. Вот появляются директоры. И мы здесь можем добавлять. Допустим, Quentin Tarantino. И почту давайте напишем qwerty. Sobaka.gmail.com Сохраняем. И вот наша первая запись о директоре создана. Конечно же, она здесь отображается в неудобном виде. Поэтому нам нужно переопределить метод str. Мы, в принципе, можем взять его из-за нашей модели фильмов. И немножко его изменить. Выводим first name и last name. Проценты убираем. Defiz нам тоже не нужен. Обновляем. И вот получаем нашего режиссера. И теперь нам с вами осталось сделать связь между вот этой табличкой и вот этой. И эта связь нам понадобится для того, чтобы мы смогли указать для каждого фильма, кто конкретно его снял. Но о том, как создавать связи, мы с вами разберем на следующем занятии. Поэтому сейчас всем пока и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok